В моем видео «Влияние граната на рак простаты». Таблетки граната оказались бесполезными в лечении рака предстательной железы, и такие же неутешительные результаты были с гранатовым напитком. Но это был просто экстракт граната. Так что, возможно, сам гранат не может быть обвинен в неэффективности, а речь идет лишь о низкой дозе активных веществ граната в экстракте. Но что это за активные вещества? Экстракты могут похвастаться значительным уровнем эллаговой кислоты. Это один из наиболее мощных фитохимических веществ, найденных в гранате. Но в самом гранате эти уровни еще выше. Дело в том, что компоненты могут действовать синергетически, усиливая друг друга. То есть целое может быть лучше, чем сумма его частей. Вот раковые клетки простаты человека в чашке Петри, рост которых составляет 100%. Капнув одну из фракций граната, и скорость роста рака сокращается на 30. Но другая фракция оказалась бесполезной. А если вы добавите их вместе, как вы думаете, что произойдет? Подавление на 30% плюс 0% равно 70% подавления. Это и есть эффект сингирии. То есть 1 плюс 1 больше 2. Именно так выглядят клетки рака простаты под микроскопом. Здесь мы видим 30% эффект. Вот с нулевым. И вот с обоими. Поэтому любая попытка охарактеризовать силу лекарственного питания путем стандартизации одного химического вещества теряет всю суть в рамках растительной медицины. Стандартизированные экстракты – не что иное, как циничная меркантильная попытка заменить силу граната силой элаговой кислоты. Но гранат не нуждается в таких трюках или усовершенствованиях. Он и так очень силен. Так почему просто не попробовать применить фрукты на больных раком? Потому что вы не можете наполнить гранатом пилюлю. Так что вы не сможете сравнить ее с пилюлей, содержащей плацебо. Лекарства легко изучать. Люди не знают, принимают ли они активные лекарства или плацебо. Но они склонны замечать, едят они гранат или нет. Итак, если бы вы дали группе больных раком гранат, и развитие рака замедлилось, вы бы не узнали, был ли это эффект от граната или эффект плацебо. Конечно, пациентам было бы все равно. Им стало лучше, кого это волнует. Но чтобы изменить медицинскую практику, мы хотим знать, есть ли действительно что-то особенное в этом фрукте. Я полагаю, вы бы могли придумать гранатовые смузи против поддельного гранатового смузи. Но это звучит логически сложно, поэтому исследователи попробовали сделать из граната порошок. 199 мужчин с раком простаты получили либо плацебо, либо таблетку три раза в день, содержащую 100 миллиграмм цельного гранатового порошка. Теперь это был весь плод, только высушенный и измельченный. Но, несмотря на это, сколько вы можете вместить в таблетку? Выходит около шести семян граната в день. Это около одной сотой граната в день. Из-за столь мощной концентрации они попытались максимизировать шансы в борьбе с раком, используя разнообразие. Если у вас есть две группы людей, которые едят примерно одни и те же фрукты и овощи, но одна группа получает меньше разнообразия, при том, что они едят много действительно здоровой пищи, а другая группа получает малые порции, но имеет больший ассортимент, то какая группа выиграет с точки зрения защиты их ДНК от повреждения свободными радикалами? Это группа высокого разнообразия. Это говорит о том, что меньшее количество фитохимических веществ может иметь более благоприятное воздействие, чем скудное, но большее количество фитохимикатов. Такой же результат при воспалении. Большее разнообразие фруктов и овощей связано с более низким воспалением, даже если вы едите столько же порций. То же самое с улучшением когнитивных функций. Большее разнообразие потребления фруктов и овощей было связано с улучшением психического статуса, исполнительной функции внимания и функции памяти, в некоторых случаях даже после регулировки общего количества. Если взять двух человек, употребляющих одинаковое количество здоровой пищи, то тот, кто ест большее разнообразие, может получить больше пользы. Таким образом, исследователи не просто добавили гранатовый порошок. Они добавили немного порошка брокколи, немного куркумы и немного концентрата зеленого чая. Фрукты, овощи, специи и листья, но в мизерных содержаниях. Что-то около одного соцветия брокколи, менее одной восьмой чайной ложки куркумы и около одной шестой чайного пакетика зеленого чая. Могут ли такие мизерные концентрации этих суперфудов влиять на развитие рака? Ответ – могут. В группе мужчин с ранним раком простаты, пытающимся избежать операции, уровни ПСА повысились в группе плацебо почти на 50%. Что говорит о том, что рак продолжает процветать, тогда как в группе, где использовали добавки из граната, брокколи и куркумы и зеленого чая, уровни ПСА не возрастали. Среди мужчин с более серьезной стадией заболевания, которые перенесли хирургическое вмешательство или радиацию и старались избегать химию, эффект возрос на 70% в группе плацебо. Это было достаточно, чтобы отложить некоторые из наиболее токсичных методов лечения. Это значительно краткосрочные благоприятные эффекты. Видите ли, у них хватило финансирования провести исследование в течение шести месяцев, потому что это было не коммерческое исследование, финансируемое благотворительностью. Это не была какая-то компания, производящая БАДы. Фактически не было никакой добавки, пока исследователи не придумали его с нуля. Конечно, теперь есть БАД, основанный на исключительных результатах исследования. Но единственная причина, по которой исследователи помещают продукты в таблетки, это для возможности сопоставления с плацебо. По моему мнению, это исследование должно призвать раковых пациентов есть брокколи с карри, с фруктами на десерт и потягивать немного зеленого чая. Полностью растительная диета может даже уменьшить опухоль, а не замедлить ее. И на самом деле не так сложно придерживаться двух правил. Употреблять растительную диету и наполнить ее особенно мощными растениями. Субтитры создавал DimaTorzok